21-й открытый фестиваль-конкурс «Серебряный олень» проходит в онлайн режиме. В зале только артисты и персонал, обеспечивающий трансляцию. Участники выступают сразу на нескольких площадках округа. В Одинцовском доме культуры «Солнечный» к выходу на сцену готовится 10-летняя Полина Монина. Кто ты такая? Вернись, мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Держи себя в руках. Начинающие актрисы любят публику и зрителей, но к сложившейся эпидемиологической ситуации относятся с пониманием. Руководитель театральной студии «Третий звонок» Алена Елагина-Аллахвердиева готовит своих учениц к выходу на сцену. Девочки, мы сегодня с вами выходим на сцену. Там зрителя нет. Но там есть камера, и наш зритель все равно у нас будет. Члены жюри общаются с участниками и оценивают их выступления по видеосвязи из театрального центра «Жаворонки». Для организаторов фестиваля было важно добиться эффекта живого исполнительского искусства. Предоставить участникам возможность выступления в режиме реального времени и с прямой реакцией жюри. Можно было, понимаете, сделать видеозапись, сдать, люди бы посмотрели, вынесли какое-то решение. На наш взгляд, комитет по культуре, мне кажется, принял очень мудрое решение. И вот сейчас вот это технически было не так просто. Мы закольцевали сейчас все дома культуры, вот идет все это одновременно, вживую. Программу составили таким образом, чтобы участники минимально контактировали друг с другом. Они выступают по определенному расписанию, избегая скопления большого количества людей в одном месте. Организовали площадки сценические, театральные, с которых участники фестиваля демонстрировали по определенному расписанию, чтобы они не пересекались с соблюдением всех норм санитарных требований, чтобы они не пересекались коллектив с коллективом. Фестиваль охватит все сферы искусства, которые развиваются в учреждениях культуры округа. В день открытия прошли номинации «Театральное искусство» и «Художественное чтение». В следующую субботу в культурно-досуговом центре «Заречье» пройдут вокально-инструментальные ансамбли, изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство. Остальные направления будут представлены уже в 2001 году. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.